здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео поговорим об устройстве и принципе действия дефлегматоров брага ректификационных колонн необходимым элементом ректификационных колонн является дефлегматор основное назначение дефлегматора это снабжать или питать колонну жидким погоном флегмой содержащий высокий процент ниже кипящего компонента вследствие обмена этим компонентом с поднимающимися в колонне парами происходит укрепление паров ниже кипящим компонентом если на тарелках колонны нет флегмы то аппарат работает как простой кубовый аппарат и не может дать концентрированного по ниже кипящему компоненту продукта а выполняя эту основную функцию дефлегматор производит также и самостоятельное укрепление паров это происходит по двум причинам вследствие контакта в дефлегматоре паров и конденсата и вследствие обогащения конденсата ниже кипящим компонентом при конденсации паров рассмотрим подробнее процесс дефлегмации для выяснения процессов идущих в дефлегматоре рассмотрим изображение этого процесса в диаграмме txy для системы этанол вода на диаграмме txy по вертикальной оси отложена температура кипения водно-спиртовой смеси на горизонтальной оси содержание в жидкости и парах ниже кипящего компонента то есть этанола в массовых процентах нижняя кривая в этой диаграмме дает состав жидкости и температуру ее кипения верхняя состав пара равновесного с жидкостью точка кипения который лежит на горизонтали которая проведена через заданную точку состава пара пусть начальная температура паров равна t2 понижается в дефлегматоре до температуры t при этом происходит частичная конденсация бинарных паров дефлегмация насколько же изменится при этом концентрация этанола в парах и в жидкости предположим что начальное количество паров g2 в килограммах а содержание этанола в них y2 в массовых процентах пусть после частичной конденсации остаток пара g в килограммах а содержание этанола в нем y в массовых процентах количество жидкости флегмы g2 минус г концентрация этанола в ней x в массовых процентах уравнение материального баланса будет иметь вид представленного на слайде отсюда можем записать отношения которые вы сейчас видите на экране представим это уравнение в другом виде который вы сейчас видите на экране а теперь вернемся к диаграмме температур пусть начальное состояние пара задано точкой b2 взятые на линии состава пара содержание этанола в парах будет дано точкой а2 на оси абсцисс состояние равновесной жидкой фазы будет дано точкой c2 на линии температур а содержание этанола в ней будет x2 после охлаждения системы до температуры t состояние равновесных пары и жидкости будут данные точками c и b сопоставив последнее уравнение с рисунком увидим что y минус y2 равно bd а y2 минус x равно cd отсюда отношение будет g2 минус g деленное на g равно как bd к cd сейчас вы видите это на экране это уравнение дает возможность определить эффективность дефлегмации если задана температура отводимых из дефлегматора паров или количество сконденсировавшегося пара эффект укрепления будет увеличиваться по мере уменьшения отрезка cd поясним на конкретном примере пусть концентрация этанола в поступающих в дефлегматор парах равна 40 процентов массовых соответствующая температура кипения равна 93,8 градусов цельсия предположим что половина этих паров конденсируется то есть флегмовое число равно 1 построив линии cd и db как показано на рисунке находим x равно 17 с половиной процентов массовых а y 63 процента массовых температура кипения равна 87,8 градусов цельсия то есть при конденсации половины пары концентрация этанола в остатке возросла чтобы проверить результаты можно составить баланс спирта видите сейчас на экране мы рассмотрели случай так называемой однократной дефлегмации когда пар конденсируется мгновенно и образовавшаяся жидкая фаза мгновенно же выводится из контакта с оставшимся не конденсированным паром при постепенной конденсации когда образующийся конденсат не удаляется процесс несколько более эффективен следовательно эффективность дефлегмации увеличивается при удлинении пути прохождения паров и флегмы в дефлегматоре и уменьшение разницы температур между охлаждающей средой и паром рассмотрим принципы конструирования дефлегматоров при конструировании дефлегматоров возможны два направления первое заключается в том чтобы дефлегматор производил максимальное укрепление паров заменяя тем самым часть тарелок колонны при этом конструкция аппарата усложняется второе направление заключается в том что перед дефлегматором ставится задача снабдить колонну обратным жидким потоком не стремясь к значительному укрепляющему эффекту в этом случае дефлегматор конструируется как трубчатый теплообменник максимально простой конструкции в настоящее время предпочитают второй вариант считая что укрепление паров ниже кипящих компонентом целесообразно проводить в колонне спиртовой промышленности работают дефлегматоры двух видов с вертикальными трубами и с горизонтальными дефлегматоры устанавливают над колоннами в закрытых помещениях дефлегматоры с вертикальными трубами также применяются на заводах они были исследованы ройтером исследователь ставил своей задачей выявить величину укрепляющего эффекта дефлегматоров этого типа и наиболее целесообразное взаимное направление потоков было выявлено что укрепляющий эффект дефлегматор невелик в условиях работы ректификационной колонны брага ректификационного аппарата дефлегматор производит укрепление паров соответствующие трем-четырем тарелкам колонны а при условиях работы брага перегонных аппаратов двум-трем тарелкам колонны с точки зрения укрепляющего действия оказалось что наиболее целесообразен тот вариант при котором пары спирта идут снизу вверх а флегма и жидкость стекают сверху вниз однако этот вариант наименее целесообразен с точки зрения теплотехники коэффициент теплопередачи при этом в два раза меньше чем для случая движения воды снизу вверх следовательно при конструировании вертикальных дефлегматоров следует руководствоваться требованиями теплотехники и направлять охлаждающую воду по трубам снизу вверх пар в межтрубном пространстве направлять также снизу вверх флегма естественно должна течь навстречу пару сверху вниз горизонтальный дефлегматор наиболее распространен он конструируется как одноходовый и многоходовый теплообменник с горизонтальными трубами если поверхность теплопередачи дефлегматора велика то он конструируется из нескольких барабанов кожухов расположенных по вертикали один над другим охлаждающая среда течет по трубам пар поступает в межтрубное пространство в котором устанавливаются вертикальные перегородки на слайде представлен двух барабан и многоходовый дефлегматор кожухи дефлегматоров с горизонтальными трубами часто снабжаются линзовыми компенсаторами во избежание термических напряжений маринченко и стабников исследовали укрепляющий эффект горизонтального дефлегматора на модели производственного масштаба было найдено что при работе свод на спиртовыми парами низкой крепости до 40 процентов объемных один ряд труб по эффективности эквивалентен четырем семи сотым теоретических тарелок одновременно было найдено что в дефлегматоре с горизонтальными трубами происходит интенсивная концентрация альдегидов так дефлегматор операционной колонны с 14 рядами горизонтальных труб оказался эквивалентным по укрепляющему действию 10 реальным тарелкам менее эффективно происходило концентрирование головных продуктов три реальные тарелки по видимому можно считать что значительного укрепления водно-спиртовых паров дефлегматорах с горизонтальными трубами не происходит также как в дефлегматоре с вертикальными трубами в работах проведенных в кемеровском технологическом институте пищевой промышленности представлены расчетные зависимости для расчета коэффициентов теплопередачи в горизонтальных дефлегматорах для определения коэффициента к в дефлегматорах в которых охлаждающей средой является зерно-картофельная брашка рекомендуется пользоваться уравнением представленным сейчас на экране коэффициент b рекомендуется принимать для остальных труб равным 610 для медных 710 для амиластных бражек это уравнение дает заниженные значения коэффициента теплопередачи поэтому к определяют по формуле представленной сейчас на экране также на экране представлена расшифровка обозначений ходящих формулу коэффициент альфа-1 при концентрации этанола в пленке конденсата больше 40 процентов объемных определяется по номограмме составленной ройтером и руденко-грецук номограмму вы сейчас видите на экране при пользовании этой номограммы принимают для конкретных условий рассчитываемого дефлегматора крепость спирта например 88 объемных процентов как показано на данной номограмме на оси ординат откладывают температуру конденсата спирта на номограмме 79 градусов цельсия и из этой точки восстанавливают перпендикуляр до пересечения с кривой соответствующей крепости 88 объемных процента затем из точки их пересечения проводят прямую параллельную горизонтальной оси до пересечения с вертикальной осью осью ординат при расчете горизонтального дефлегматора на правом вертикальном столбце откладывают значение д дельта т произведение размера наружного диаметра трубы дефлегматора в сантиметрах и средней логарифмической разности температур дельта т в градусах цельсия для данного процесса теплообмена соединив полученную точку прямой линии с точкой на оси ординат получают на левом столбце значение альфа 1 для горизонтального дефлегматора а коэффициент теплоотдачи альфа 2 определяется по формуле которую вы сейчас видите на экране эта формула применима при турбулентном движении жидкости в том числе практика показывает что значение к определяемые по формула в действительности несколько ниже это объясняется отложениями образующимися на стенках труб дефлегматора поэтому для определения истинного значения коэффициента к рекомендуется эту величину полученную по формуле умножить на поправочный коэффициент 0,7 отложения образуются на наружной поверхности труб обращенный к конденсирующимся парам они представляют плотную пастообразную массу черного цвета нерастворимую в воде но хорошо растворимую в севушном масле толщина слоя отложений составляет от 0,5 до 0,7 миллиметра он образуется в первые 3-5 суток эксплуатации брожного подогревателя и остается постоянным в течение последующей работы подогревателя маринченко и стабников определяли коэффициенты теплопередачи при охлаждении дефлегматоров водой было установлено что коэффициент теплопередачи в трубчатом дефлегматоре возрастает при увеличении скорости воды только до определенного предела а затем остается постоянным для брожных дефлегматоров предельная скорость равна полтора метра в секунду для дефлегматоров ректификационный и эпюрационный колон 0,5 0,6 метра в секунду максимальный коэффициент к найден равным для брожных подогревателей от 1 800 до 2150 килокалорий на квадратный метр час градус цельсия для дефлегматоров эпюрационных и ректификационных колон от 1160 до 1280 ватт на метр в квадрате кельвин по-видимому это явление объясняется тем что термическое сопротивление со стороны конденсирующихся паров возрастает вследствие увеличения толщины пленки конденсата на поверхности труб эксперименты показали что на величину коэффициента к влияет также скорость течения водно-спиртового пара в межтрубном пространстве это связано с механическим воздействием потока паров на пленку конденсата кроме того при увеличении скорости пара усиливается интенсивность сдувания конденсата с поверхности охлаждения что также ведет к увеличению К поэтому рекомендуется при использовании номограммы Ройтера и Руденко-Грицук вводить поправку на скорость пара в межтрубном пространстве эта поправка учитывается уравнением которое вы сейчас видите на слайде проведенные исследования и опыт производства дают возможность сформулировать следующие правила конструирования горизонтальных кожухотрубных дефлегматоров первое направление движения охлаждающей среды должно быть снизу вверх направление движения водно-спиртовых паров в многобарабанных дефлегматорах должно быть сверху вниз второе расстояние между перегородками в межтрубном пространстве дефлегматоров должно быть выбрано таким чтобы скорость паров по всей длине барабана оставалась равной 10-13 метров в секунду для дефлегматоров ректификационных и эпюрационных колонн и 15-20 метров в секунду для броженных подогревателей скорость паров определяется в минимальном сечении межтрубного пространства третье скорость охлаждающей среды в дефлегматорах ректификационный и эпюрационный колонн следует выбирать в пределах от 0,5 до 0,6 метра в секунду для брожных подогревателей около полутора метров в секунду также скорости однако можно реализовать только в дефлегматорах большой производительности четвертое расстояние между трубками должно быть минимальным но допустимым по условиям монтажа пятое конденсат из дефлегматоров состоящих из двух и более барабанов следует отводить из каждого барабана отдельно шестое при конструировании дефлегматоров следует устанавливать на кожухе линзовые компенсаторы кожух дефлегматора следует снабжать люками для очистки наружной поверхности труб и для осмотра перегородок далее рассмотрим расчет дефлегматоров для расчета дефлегматоры необходимо знать крепость дистиллята его часовой расход величину флегмового числа начальную и конечную температуру охлаждающей среды тепловую нагрузку дефлегматора в джоулях когда состав флегмы и дистиллята мало отличаются это имеет место при высокой крепости паров поступающих в дефлегматор можно найти из уравнения которое вы сейчас видите на экране также на экране представлена расшифровка обозначений входящих в формулу методы определения коэффициента теплопередачи в дефлегматоре указаны выше поверхность теплообминодефлегматора можно определить по таблице которую вы сейчас видите на экране или по формуле которую я представил на экране с расшифровкой обозначений входящих формулу гидравлическое коэффициент сопротивление дефлегматоров в ньютон деленное на метр в квадрате охлаждаемых водой определим из уравнения которое вы сейчас видите на экране также на экране представлена расшифровка обозначений входящих в уравнение коэффициенты сопротивления равны для входной и выходной камер полтора для поворота между ходами два с половиной для входа в трубное пространство и выхода из него один найденное по уравнению значению h' должно быть увеличено в 2,15 раза для учета влияния отложений в этом видео мы рассмотрели процесс дефлегмации основные предпосылки конструирования дефлегматоров и примерный расчет благодарю вас за внимание подписывайтесь на канал поставьте колокольчик уведомления чтобы получать уведомления о выходе новых видео поделитесь этим видео в социальных сетях поставьте лайк желаю вам всяческих успехов и до новых встреч